господа и привыкнувшие к ним дамы здравствуйте канал instagram продолжаем серию наших записей с евгением и сегодня рубрика посылка от подписчика опять и это не юрий из молодечно а влад из смоленска потому что влад сказал ходит слушайте юра устроил гегемонию да он там присылает ящиками говорит но я тоже горит хорош и начал присылать нам коробками да и честно говоря у вас одной стороны огромное тебе спасибо да действительно нам приятно конечно но с другой стороны блин такой это еще как то чувствую так даже иногда неловко потому что вот ну ребята так шлют последнее время что нет вы не останавливаетесь вы не останавливаетесь вы не думаете что я просто честно говорю мы вот сегодня мы вчера ехали сюда на дачу да тут уже два дня снимаем еще завтра с утра маршрута доснимем я чисто с собой привез и женя кстати то да то есть то что у нас стояли передачки и посылки от подписчиков у меня еще вот стоит посылка из мозыря вот мы мы и вряд ли уже успеем сегодня снять вряд ли завтра да там еще у нас еще из молодечно свежая посылка стоит да то есть блин ребята вы начали слать с такой скоростью с которой мы не успеваем это затем мы еще завели телеграмм да в котором мы теперь мы и там не будем вот там мы хотя бы будем болтать с вами ладно возвращаемся сюда чача чача ну конечно же не значит это чача такая класс сказал горит но это чача но он не сказал что люди ему которые ну типа пробовали говорили что в принципе это пятибельно то есть это конечно он ее прислал нам ну потому что это на наши любимые такие вещи вот с такими этикетками вот вот это вот дамочка вычурно такое вот такой совочком попахивает эта этикетка да она кривенькая наклеена там все но с другой стороны они милые вот за счет этого такие вот помнишь как эта водка русский двор да или старый двор она называлась где там тоже вот это волга шмолга по-моему с никитой ее пили но она тоже вот такая вот знаешь вот этот вот нарочито под 60-е годы рисованная советский пен-арт или как-то пен вот когда вот эти картина да 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 вот эти вот там типа ты вступил ты да 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 а тунеядца надо сдать там ну вот это все или там допустим нужно счастливое детство счастливой советской семье там ну советские дети не должны страдать поносами вот но типа но тем не менее смотри тут золотые медали какие-то сочи есть еще там что-то опять сочи снова то есть ну произведено на кубани а ну понятно почему в сочах все медали собраны срок годности не ограничен то есть уже можно это самый лекаро-водочный завод фортуна краснодарский край понятно ну что состав читаем да еще часть состоит по мнению завода фортуна вода спиртлюкс дистиллят коньячный настой спиртованный рожаного хлеба морс изюма и мед натуральный виноград на морс изюма вообще ребята чаще это дистиллят выгнанный из настоя ну в оригинале из настоя именно виноградного жмыха вот когда там давят соки вот найти все коньяки вот остается этот жмых на вина вот ну то есть где ж кожура вот это вот счет и вот это вот заливают водой сахар и оно бродит а здесь же знаешь наверно последнюю чашу который нас очень сильно так порадовала друг от кинзмараули пили да чача именно которая зашла хорошо да слушай какая тут интересная штука она я понимаю говорит нам типа нет нет а я думал что она должна нас открыть и скорее всего какой-то там внутренний бренд подруга 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 друга может состоит зарегистрирован торговая марка подруга вместе с пленкой снялась и крышка ну и ладно снялась и снялась там же это надо было правильно ну что нальем проверим цвет немножко желтящий и вот вижу все-таки это именно цвет напитками бутылка белая она такая вот ну как это сказать жил даже с легкой желтизной или даже зеленцой такой ну вот что то есть она в бокале видно и рассольный цвет я бы сказал я сказал такой дом домашнего компота какого-то легкого яблочного компот из яблочных мягкий нежный вкус и аромат но 47 градусов сушки а мы и ценник там что-то 300 плюс ну давай понюхаем конечно насколько это чаще мы дни чаще что-то крепкая это хрель крепкая и хлебная ребят это ржаная самогонка чаще должна пахнуть виноградом ржаной перват ну кстати да ну серьезно здесь хлебом пахнет и самогоном пахнет хорошо хлебом и зимом не пахнет ну таким на последнем месте нет но есть сладость и запахи может это поэтому изюм и дает это морс изюма даже морс мед ищу я скажу так это это абсолютно не пахнет чачей вообще почему они решили что это вот что заставляет производителя а вот при таком составе писать на этикетке чача а так смотри если читать контр-этикетку сбоку вообще внимательно это называется настройка горькая подруга чача вот здесь смотри а остойка горькая подруга чача но вот на этой этикетке написано просто ну как а подруга тут вещей ну ребят я так фиг разберусь серьезно возвращать наши вопросы что внимательно всегда читайте но это конечно ну то есть как надо как настолько горькая да ну вот тут полностью писать просто чача вот здесь нигде не написано я вот этот вот свисающий финтик который я оторвал вот ну я я не я не считал что это название надо читать надо когда вот это и потом вот но нет не я считал что это просто вот ну знаете какой-нибудь открывачка тдм к бренду открывать мало ли это подруга висит на каждом выпускаем им имя лопитки ну короче не ребят так не пойдет ну ладно давай пробовать подругу чачу напиток спирт новый крепкий подруга чача 47 ржаная самогонка но почему-то такая сладкая столько сахара в ней очень сладкая попси вкусе но у нас как бы не дает особо не попси вкусе попси вкусе вот именно что попси вкусе кстати сладость охренительная очень сладкая при этом бьется достаточно легко и как бы 47 не чувствуется ну как не есть крепость ощущается но держу но не сильно не сильно не если бы мне кто-то сказал что это почти 50 я сказал да ну я сказал это 40 просто за счет того что тут допустим дистиллят какой-то это он такой не сильно аккуратный он вот так вот поджигает но типа никогда не сказал что это 47 может 42 я согласился как у нас какой-нибудь першачок от дедову 43 которые есть у тебя сказал что это он ну только он не такой сладкий то есть там я веду по крепости там тебя сразу бьют и то есть на самом деле на самом деле они сбодяжили это более-менее но терпимо но опять же зачем столько сладости я понимаю что сахар это умягчитель да то есть ну сахара любые природные сахара и просто сахар не важно там мед фруктоза глюкоза да это все умягчители но ребят слушайте во первых конечно вы ну вы вы немножко дичь делаете во первых это смесь ректификата с дистиллятом это головная боль на утро да во вторых столько ну здесь такое огромное количество сладости что это просто знаете у меня голова будет болеть даже не от спирта там какого-то от сахара вашего изучить что в наших странах мы же знаешь что если брать больше одной бутылки на вечер и одинаковый ну давай честно мы с тобой если садимся вот просто не то что там вот мы мы решили сегодня с тобой чуть-чуть выпить именно мы идем там даже еще в кабак идем но не получается у нас выпить одну бутылку на двоих разойтись концу первой бутылки у нас только вот вступает в стадию знаете самые веселые вот эти вот разговоры все как правило все таки за вечер понятно что это выпивается не за час не за два а часа за четыре за пять но мы выпиваем на двоих две да ну либо допустим 800 и там по три пива да ну но не получается так чтобы мы одной ограничились и и даже тут не потому что там напиться надо еще что-то не это просто потому что ну вот так вот как-то организм так себя есть вот этого я тебе хочу сказать я валю бутылку в лицо за вечером и с утра будет очень мне будет очень болеть голова я тоже думаю это как минимум то есть проблема здесь же очень много сахара я вот знаю по себе что если пить алкоголь и в котором много сахара башка трещит вот капитан вот почему я все время говорю чтобы голова не болит от водки и болит от дистиллятов в дистиллятах всегда больше сахара хотя многие говорят что они типа они мягкие они это твои мягкие ну конечно не мягкие давай вторую нет я сейчас надо маленький нюанс в самогонах давай так не в дистиллятах там ваня правильно комментарии выдал в самогонах они здесь потому что дистиллят и блин слушай условный кавалан это тоже дистиллят но там совершенно другую там нет вот именно в самогонах которые не стоят где-то там не коньяк это самое вот именно в них сахаров до черта как правило и от этого башка и боли на всем самогонщикам привет подруга так я серьезно мне такое чувство что тут сахара нафигача такое количество углеводов вот ну дайте мне эту процентность отношения они не указывают понимаешь они не до процентовки вот это плохо я хотел бы увидеть сколько грамм углеводов есть ощущение что здесь как знаешь как в каком-нибудь столовом вине этого сахара вполне возможно потому что она заходит достаточно нэш 47 тут а тут она легко идет на пьется вообще легко не выхлопа ничего нет он обратно но вкус не алло вкусный ну вот и чувствуете сладость со спиртом ну что-то сладко стал сладкий спирт сладкий сам ну там сладкую сладкий хлебный смогут даже я не знаю кому нравится такое сочетание мне не очень просто вкус не принимай уже даже в тобой скажу за себя то есть у нас когда начали именно самогоны делать на предприятиях на заводах да и вот когда появился у нас там этот першачок от деда потом от первого он появился потом еще второй третий и я реально вот этот момент был я сводка вот перешел на эти смогут потому что мне вот нравится я помню мы с тобой оба тогда да если першачок от деда нас по моему общий наш друг олег тоже познакомил то этот самый первогон это я тебе посоветовал был у меня папа его первым купил принес домой я сначала на него поругался говорю что ты принес говорю это же какая-то наверное фигня потом мы с ним попробовали такой сказал говорю папа прости меня грешного и начал всем друзьям советовать помощь как мы прекрасно пили его на подгорные у олега долиненко дома когда автобус останавливался а мы по весне поранней а у него станок напротив садом прямо вот какой-то был случай случился день где градусов 15 друг плюс случилось у него остановка вот прямо за его забором а забор невысокий и плюс у него участок уходит вниз то есть и люди которые за забором они прекрасно видят что тут происходит а мы учитывая что погода прекрасно на 15 плюс а и вот сразу у тебя это в марте да допустим мы конечно стол поставили на улице у нас тут мангал жарят шашлыки у нас тут огурчики нарезанные сальца это самое там чесночок маринованный это конечно самогончик и мы сидим пьем я помню люди выходили из автобуса они облизывались на нас глядя еще которые которые ехали автобус же выше чем еще это над забором получается они вот когда автобус уезжает они вот так вот эта голова вот уходящая смотрела на нас туда вот тут вот я честно начал то есть допустим если бы я тогда вот познакомился с таким вот перешел тогда на большой период период употребления вот это ну как-то очень но мне это это мне не нравится по вкусу это это не до самогон не до водка не дашь не до что-то изначально кто сказал что крепкое спиртное должно быть сладким а особенно если вы называете это и либо водкой там либо вообще где вы пили сладкую чачу давайте хорошо давай к этому мы мы чачу уже немало пили заводских пили да ваня привозил даже вот из грузии крафт 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 и она тоже ни хрена не сладкая так а почему вы делаете вот это я всегда самогон покупаю вы за счет того чтобы у меня было вот этот вот хач вот что мне вот не стало хрена холодец самогон свиной ухо мариноваться чтоб я вот это вот здесь лучок репчатый сальто или помидор бородинский хлебушек или там холодечек и ты вот это вот как ты говоришь с хреном хоп-хоп а чтоб ты вот это а она такой ух и ты так это с хреном оп закусил и у тебя от хрена и сочетание и самогона еще достаточно у тебя во рту такое классно да а вот с этим вот что у тебя быть как я это хреном буду закусывать сахар хреном заедать мне тебе говорю что здесь вот вот этот это сладость крадет градус то есть 47 все-таки когда за 47 градусов ты я говорю что это перо чокс да это должно быть хорошо как бы это должно быть пух а здесь как бы ну а здесь это мама дорогая сладко ладно вердикт разливай нам по рюмке кто скажет что поменяли руку и это зло ну ребят как хотите такие воспринимаете я больше не куплю знаю знаю но потому что мы знаем что-то я могу поверить что у этого могут быть теле не любите но это скорее всего знаете как любителями вот этого будут люди которые занимаются самообманами это вот есть такие люди которые вроде пьют водку но любят водки с какими-нибудь вообще очень сильно доминирующими вкусами где не чувствуется водка да там да еще что-то это вот такой для людей занимающихся самообманом как у нас есть у нас вообще же не хороший знак знакомый можно там даже сказать где-то в какой-то степени там друг знакомый так далее то есть который вот любит напитки категории вкусненькая да то есть оно что ему главное чтобы это не было спирт водой чтобы вот это вот все было прикрыто он тоже моменты прекрасно пьет водку когда не когда надо он пьет водку нормально но он больше любит вот что-то чтобы оно было с другим вкусом ему не сильно важно не то что там фанат каких-то дорогих вискарей нет ему главное чтобы это просто закрылась вот этот вот типичный водочный спирт вода если она еще и другого цвета а здесь она другого цвета по крайней мере бутылки не он был он был он сказал зашибись ну ему потому что сладко там кисленько главное чтобы не не водочно не при этом это алкоголь и при этом это 40 плюс ну 40 не достаточно доступная цена как я понимаю для российского ну давал что говорил что опять же там от 300 до 400 это все стоило вот именно конкретно этого цену я по моему узнавал но это не чача вот давайте сразу мы скажем это не чача это к чача не имеет вообще никакого то что правильно вот здесь написано настойка горько подруга чача в кавычках но опять же пишите на этикетке подруга чача и настойка в настойка горько главное на дне главное кавычки оставляйте под это обман потребителя пока вот то что сейчас происходит но визуально да то есть как бы да и прямо скажи мне закон о столке хорошо приходит человек не читает давай так вот еще с очки с ними ты прочитаешь что тут написано что не будет отвечать ты увидишь чача написано вот конкретно вот вот если вот это закрыть написано конкретно чача гост мягкий нежный гост смотри южный рецепт мягкий нежный вкус и аромат но про мост гост чача по госту сделали но человек думает это чача и кто-то захочет чача он купит ему там приходит домой а там вот это а потом человек попробовать нормальную человеческой будет говорить это не скажем это пить нельзя человек знающий что такое чача он принципиально идет за чачей да и покупает вот это потому что она по госту он верит госту а там не чача нихрена там ничего и он такой типу смысле пойдет в морду бить кому-то за это ну зачем так делать оценка моя моя оценка это балла 3 то есть это в принципе но не травит никого но это не заявленный напиток и это мне не нравится я бы поставил районе пить и потому что все таки ну как как настойка это имеет право на жизнь потому что это в принципе можно пить я не траве и не я бы женя оставил пять если бы если бы настолько горько было вот так да тут кто-то снова снова ты прав как мы четыре значит вообще но я типа больше это не куплю никогда ну как бы путь и производитель хочет собрать да вот и все сделай надо делайте честно сделайте честно вот это вот есть его вообще изначально даже вообще зачем здесь слова чача сделайте фразу настойка горькая подруга на основе винограда там даже если не напишут там подруга чачи ради бога ну как бы но писать не надо название подруга и правильно ваня там и дает комментарии говорит тогда наверно не купит потому что наверно слова чача потому что покупаете за слово чача вот здесь но ребят но тогда зачем вообще это выпускать потому что человек который купит это один раз он потом будет плеваться и на каждом углу семафорить либо он будет доказывать что он пил самый вкусный в мире чачу а все настоящие чачи это это какая-то бурдуль человек никогда не пил чачу попил вот это тот человек который не любит водочные вместе прочее он скажет о вот она настоящая а потом выпьет грузинскую приедем грузию попросили не умеют делать чачу не умеют делать чачу а вот у нас краснодаре чача так чача да есть у меня подруга ладно все общее 4 да общее 4 да все таки все пейте хорошие напитки подписывайтесь на телеграммы они у нас есть и канал и чат и в принципе остальные социальные сети ну и конечно пусть и не забывайте там может потом на камеру собирать начнем но мы пока на самогонный аппарат не собрали еще ладно все ребят будьте здоровы вас ребят хрень но кроме хрень